Вход строго в маски. Такая надпись сегодня есть во всех салонах городского общественного транспорта. В часы пик соблюдать дистанцию становится проблематично, поэтому защита дыхательных путей – основной способ уберечься от заражения. Рейды по соблюдению масочного режима проходят каждый день с участием полиции и народной дружины. Если находим вдруг пассажира, у которого этой маски нет, или у которого она есть, но он говорит, я ее не надену, у меня принципиальная позиция, нам в помощь сотрудники полиции. В отношении него составляется административный протокол по статье 20.6.1, часть 1. Там предусмотрена санкция до 30 тысяч рублей. Можно ли что надеть? Нет, мне с собой маски. Площадка на подбородок. А, блин, я думал, зону потерял. Несколько месяцев назад в Самаре принято решение высаживать из салона пассажиров, отказывающихся надевать маски. Так, по своей же вине не смогли продолжить поездку 1337 человек. Более 9,5 тысяч пассажиров не пустили в метро. Однако из-за сильных морозов меру смягчили. Если маска при себе имеется, обходятся замечанием. Школьников и студентов до 18 лет также никто на мороз не выставит. Здесь рекомендации родителям. Важно обеспечить детей средствами защиты, ведь даже гости региона знают – в Самарской области масочный режим. Рейды направлены на всех участников движения. Без внимания не остаются и сотрудники транспорта. Только на прошлой неделе контроль выявил водителя автобуса, который надел маску, лишь увидев сотрудников полиции. Была проведена служебная проверка, и водитель привлечен к дисциплинарной ответственности. По итогам месяца водитель недополучит премиальной части зарплаты. На самом деле экипаж утром проходит инструктаж о том, что необходимо не снимать в течение рейса маски, а также напоминать пассажирам, что стоит надевать защитные средства. Впрочем, судя по всему, не все слушают утренний инструктаж внимательно. У вас девушка едет без маски. Вы сидите молча. Девушке 33 года. Я что ей должна? Свою голову или свою? Я в маске, водитель в маске, все пассажиры в маске. Извините. Почему вы без маски? Я не забыл. Я терапевт на работу. Не можете понять. Понять человека всегда можно, но допустить нарушение в период пандемии значит допустить очередных случаев инфицирования. С октября, когда к рейдам подключилась полиция, в Самаре оформлено 159 протоколов на нарушителей масочного режима в общественном транспорте. Решение о наказании принимается судами с учетом всех обстоятельств. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События.